Середина 2018 года. Никто не предвещал такого факта, что появится смартфон на рынке, который даст поддых всем бюджетным смартфонам, включая Xiaomi, Meizu и так далее. Тем более, никто не ожидал, что это сделает компания Asus. Сегодня мы смотрим на смартфон Asus Zenfone Max Pro M1. Это смартфон, который сейчас в Украине стоит 220 долларов. Это смартфон на Snapdragon 636. Это смартфон с 4 гигабайтами оперативной памяти, 64 гигабайтами постоянной памяти, аккумулятором 5000 мАч, чистым андроидом и последний удар под дых компанией Xiaomi с NFC. Погнали! Когда смотришь на этот смартфон, то понимаешь, чтобы достичь таких технических характеристик, такой начинки и такой цены, компании приходится затягивать пояс очень-очень потуже, потому что даже на дизайне как-никак приходится немножко экономить. Это не металлический корпус, это пластик, но при этом выглядит все довольно-таки достойно и неплохо. Здесь уже идет новый образец экрана, широкоформатный экран. Ну, кстати, да, вот это так сейчас похоже и на Xiaomi, и на кучу других смартфонов. Ну, это как бы и нормально, это как бы новый 18 на 9 экран. При этом разрешение это Full HD+, 220 баксов и Full HD+, что уже удивительно. Ну, вот что я хочу сказать интересное. Чистый андроид. Я могу вам признаться, что я долгое время очень сильно ошибался, когда мы говорили с вами про чистый андроид и почему другие производители его не используют. Мы постоянно приводили в пример, что это очень легкая графическая оболочка, она ничем не перегружена, она очень классно оптимизирована и летает. Проблема заключалась в том, что мы это дело все с вами знали на примере флагманских смартфонов, которые работали на 800 серии Snapdragon. И там-то действительно все летало. Но, как оказалось, ну да, эта оболочка, она не перегружена лишними функциями, лишней анимацией, какими-то там ярлыками, но все равно она достаточно такая тяжеленькая. И на 636 Snapdragon она работает явно-таки не так, как на флагманских смартфонах. Если вы выбираете себе бюджетный смартфон на чистом андроид, то не стоит ожидать от него такой же оптимизации, как у флагманов. Но он просто физически не будет работать так же, несмотря на то, что оболочка действительно быстрая. То есть я не хочу сейчас критиковать этот смартфон, но все-таки, когда пользуешься пикселем, это одно дело. Когда переходишь на смартфон за 220 баксов, это совершенно другое дело. Тормозов нет, но все-таки под кончиками пальцев чувствуется какая-то, знаете, такая вальяжность, задержка. Это никак не сказывается на общей работе системы, на общей работе приложений. Но вы должны просто знать, что даже смартфон на чистом андроид, если он не флагманский, но он не будет ракетой. И вы знаете, я даже не знаю, что еще сказать про этот смартфон, потому что технические характеристики я вам рассказал. Вы все прекрасно знаете, как ведет себя этот процессор в привязке с таким количеством гигабайт оперативной памяти. Давайте лучше поговорим про время автономной работы. 5000 мАч. Все вы знаете, что подобные показатели, но они славятся в основном у смартфонов компании Xiaomi, да и то в огромных лопатофонах. И это еще прерогатива каких-то самых-самых дешманских китайских смартфонов, где там стоит 7000 мАч аккумулятор, но по факту он работает меньше, чем 3000 мАч аккумулятор. И, что еще интересно, я заметил такую странную прогрессию. Вот у нас, допустим, есть смартфон с аккумулятором 3500 мАч, он работает энное количество времени. Если вы возьмете смартфон на 6000 аккумулятор, это не означает, что он будет работать в два раза дольше. То есть после 3500 как-то по-другому расходуется вообще ресурс аккумулятора при помощи операционной системы Android. То есть прирост есть, да, во времени основной работы, но не двукратный. Но в случае с этим смартфоном выходит невероятная вещь. В режиме 3D-игр он работает от 7 до 8 часов. Ну то есть это просто за глаза. Другой вопрос, какие игры вы сможете играть на 636 Snapdragon. Я запускал на этом смартфоне знаменитую вот эту вот стрелялку, как она называется, господи, Shadowgun, по-моему, Legends, которая уже сейчас идет сетевая. Поиграл где-то полчаса, но не могу сказать, что она тормозила, но, конечно же, добиться там идеальной плавности не получилось. Это довольно требовательная игра. Но в любом случае 636 Snapdragon справляется с этой задачей тоже неплохо. Как минимум не было никаких провисаний и троттлингов, что меня тоже, кстати, удивило. Воспроизведение в видео. Если вы любите смотреть сериалы, кино, от 16 до 17 часов на одном заряде. Это тоже просто потрясающий показатель. В целом, если вы просто работаете со смартфоном, то этот Asus может работать у кого-то 2 дня, у кого-то 3 дня, в зависимости от нагрузки и сценариев использования. Сканер отпечатка пальца здесь работает быстро. И, кстати, он находится на правильном расположении, то есть до него не нужно там дотягиваться. Он четко кладется под палец и сразу его находишь. Но вот камеры. Единственная вещь – это камеры. Компания Asus в целом очень неплохо потрудилась над камерами в этом году в своих флагманских смартфонах. Однако в смартфоне за 220 баксов ожидать чего-то от камеры прям грандиозного не стоит. К примеру, тот же Redmi Note 5, который стоит там баксов на 30-40 дороже, фотографировать будет значительно лучше. Опять-таки, мне кажется, что здесь что-то еще не допилино с точки зрения софта. Потому что я-то знаю, как Asus фотографирует на флагманских смартфонах. Я знаю, как выглядят алгоритмы обработки снимка, как срабатывает автофокус. Вот сегодня прилетело обновление на этот смартфон. Я его обновил, и камера стала еще чуточку лучше. Что будет через месяц, непонятно. Но мне кажется, здесь еще есть так называемый невидимый резерв для того, чтобы камера прокачалась еще больше. Да, здесь двойной модуль камеры. Здесь можно приближать, снимать фотки. Но прям добиться какого-то хорошего, крутого качества нельзя. А потом ты вспоминаешь, он стоит 220 баксов. Он покупается вообще не для этих целей. Но здесь есть NFC, что вообще уже удивительно. Более того, что удивительно в этом смартфоне. Он поставляется для разных рынков в разных модификациях. Так вот, для азиатского рынка этот смартфон идет без NFC. Для нашего рынка компания Asus побеспокоилась и сделала его с NFC. Что, в принципе, нужно дать огромное спасибо сказать. Потому что все вы знаете, все китайские смартфоны выходят без чипа NFC. Это очень странно. А здесь компания как будто реально слушает отзывы пользователей по всему интернету. И специально выпускает смартфон для европейского рынка, снабжая его NFC-модулем. Смартфон работает с коробки на Android 8.1. То есть, в принципе, можно предполагать, что даже и 9-го Android мы дождемся здесь тоже увидим. И единственное, что меня всегда смущает в смартфонах, которые работают на чистом Android, это то, что ни одна компания не может установить сюда почему-то Google камеру. То есть, то ли компания Google пока не дает возможности, то ли компании сами против этого. Возможно, это какие-то дополнительные траты с точки зрения лицензий. Здесь стоит родная камера Asus. Но я так подозреваю, что если поковыряться руками на форумах, то можно при помощи АПК, а может быть даже рут-прав установить сюда Google камеру, в которой будет отличный HDR. И как показывает практика многих людей, они действительно берут смартфоны на процессорах Qualcomm 600-й серии, закатывают Google камеру, и все становится кардинально иначе. И что самое смешное, я уже больше недели пользуюсь этим смартфоном, и вот я его беру в руки в очередной день, и потом как бы мысленно помню, что я был в восторге от него. Я его беру в руки и думаю, а что я был в восторге. Начинаю прокручивать в голове опять технические характеристики, опять его цены, опять наличие NFC, и сразу же опять у меня поднимается настроение, потому что это действительно очень крутой смартфон. Мне очень хотелось бы, чтобы у компании Asus именно с этой моделью все получилось с точки зрения продаж, потому что это прям действительно штука достойная всех пользователей. Если вы ищете себе недорогой смартфон, он максимально напичканный, мне кажется, что сейчас лучшего варианта вообще не найти. Хотя, знаете, я сейчас нахваливаю этот смартфон, а через три дня я лечу в Мадрид на презентацию Xiaomi A2, который тоже будет на чистом Android. И как бы мне не пришлось брать свои слова обратно спустя неделю, но вот пока на текущую ситуацию этого дня вот так вот все это выглядит. Действительно интересный смартфон с очень тяжелым названием, который трудно запомнить, потому что у Asus вышло огромное количество моделей. Есть еще модель Zenfone Plus, это версия Pro, и они как бы очень похожи, но смотришь на характеристики того смартфона, он работает на MediaTek, и ты такой сразу так, нет, 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 пожалуйста, не предлагайте. Смотришь на это, и прям вот я хожу с флагманскими смартфонами, казалось бы, у меня есть все. Но у меня постоянно возникает желание просто купить себе этот смартфон из-за выгоды предложения. Ну, конечно, я этого делать не буду. С вами был Иван Лучков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, заходите в телеграм-канал и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!